Атрибуты. Класс подарочных концептуальных объектов, вручаемых в кругу Номы и построенных на шизоаналитических отношениях к иерархиям аэромонаха Сергия. Введён в практику монастырским в 92-94 годах. Гнилые буратины. Население миров и сфер непостоянства. Монастырский Сорокин. Предисловие аэромонаха Сергия к первой иерархии. 1986 год. Гнилые места золотого нимба. Эстетическая критика наиболее сакральных мест любых идеологий. Термин монастырского. К.Д. Акции нажимать на гнилые места золотого нимба. Четвёртый том поездок за город. 1987 год. Демонстрационное знаковое поле. Система элементов пространственно-временного континуума, сознательно задействованная авторами в построении текста конкретного произведения. Одна из двух составляющих коррелятивной пары – демонстрационное знаковое поле, экспозиционное знаковое поле. Формообразование этого соотношения в дискурсе К.Д. строится на элементах события, которые в равной степени могут относиться и к одному, и к другому члену коррелятивной пары – категории К.Д. Хождение, стояние, лежание в яме, люди вдали, движение по прямой, незаметность, свет, звук, речь, группа, слушание, слушание и т.д. Монастырские предисловия к первому тому поездок за город. 1980 год. Монастырские земляные работы. 1987 год. Иерархия аэромонаха Сергия. Система иерархии в кругу Мани-Номы, введённые Монастырским и Сорокином при участии Ануфриева. Слово «аэромонах» придумано Кисиной в 1986 году. Первая иерархия – перевод абсурсов военного ведомства Мани на положение резидентуры. Инспираторы. Объекты, процессы экспозиционного знакового поля, порождающие мотивационные контексты эстетической деятельности. Чаще всего этот термин относится к элементам, процессам строительного, топографического, экономического и других коллективных дискурсов. Монастырские земляные работы. 1987. Искусство фанов. Такого рода произведения, в которых сознание зрителей является составляющей эстетического акта и конкретного произведения, и самого направления искусства фанов. Чаще всего речь идет о произведениях с акцентированием пауз и осознанной работы с ними. Кейдж, Кабаков, Каде и тому подобное. Монастырские. Об искусстве фанов. 1982-1983 годы. Текст акции Каде. Перевод. 1985 год. Категории Каде. Ряд эстетических методов и приемов, используемых группой Каде, чаще всего для построения события, как демонстрации и демонстрации, хождение, стояние, лежание в яме, люди вдали, движение по прямой, остановка, выход, составление, незаметность, свет, звук, крик, стук, речь, группа, повторы, слушание-слушание и т.д. Но которые также могут иметь и самостоятельное значение. В частном смысле, серия объектов Монастырского к акции Каде обсуждения. Каде. Описательный текст акции обсуждения. 1985 год. Монастырский. Претисловие ко второму тому поездок за город. 1983 год. Монастырский. Закрытый город. 1985 год. Колобковость. Мифологическая фигура ускользания в эстетическом дискурсе Московской концептуальной школы. Бакштейн-Монастырский. Вступительный диалог к сборнику Мани. Комнаты. 1986 год. Концептуальный анимализм. Зооморфный дискурс. Зоологическая знаковая конвенция, выступающая как опосредованность между двумя текстами в концептуальном произведении, инспиратором и конкретным демонстрационным высказыванием. Монастырский и концептуальный анимализм. 1989 год. Монастырский фрагмент зооморфного дискурса. 1991 год. Сборник Мани. Реки, озера, поляны. И о работах, связанных с зооморфным дискурсом. 1996 года. Космонавты, титаны, колосники, коротышки, грузины. Пять бесплотных чинов советского коллективного сознательного, которые представлены в архитектурно-скульптурно-парковом сакральном дискурсе ВДНХ. Монастырский ВДНХ столицы мира. 1986 год. Краеведность. Фигуры дискурсов, в свете которой западные групповые выставки московского концептуального искусства в конце 80-х, начало 90-х годов, обнаруживались как традиционные региональные выставки с привкусом этнографических, типа австралийских художников-аборигенов и т.п., а не как выставки представителей эстетического направления современного искусства. Монастырский Хэнсген. Два кулика. 1992 год. Крепеж. Связанность, футлярность, витринность, полочность. Работы со снятым дискурсом, пустым местом философствования в стиле этического концептуализма. Художественная и пластическая предметность техницизмов как плана содержания, возникшие в эстетике позднего концептуализма в середине 80-х годов. Например, куда идут эти белые человечки Кабакова, тетрадь Шлигода Лейдермана, работы с веревочными обмотками монастырского музыкосогласия и другое. Монастырский Бакштейн, ТСО или черные дыры концептуализма. 86-й год. Сборники Мани номер один, Дин Канзик. 86-й год. Монастырские земельные работы. 87-й год. Ливингстон в Африке. Самоопределение культурного положения и мироощущения участников школы московского концептуализма в России. Термин Монастырского в диалоге Бакштейна и Монастырского. Вступительный диалог к сборнику Мани комнаты. 86-й год. Мани. Московский архив нового искусства. В конце 70-х годов термин введен Монастырским при участии Рубинштейна и Алексеева для обозначения круга московских концептуалистов. Периода второй половины 70-х и до конца 80-х годов, то есть до появления термина Нома. Первая папка Мани в 81-й год. Составлено Монастырским. Мокша. Московская концептуальная школа. Третий этап развития московского концептуализма после Мани и Номы. Термин введен в Монастырском в процессе интерпретации фильма «Дед и лайф» в 1993 году. Смотрит также письмо Монастырского Хэнсгена от 28 октября 1993 года. Незаметность. Незаметность. Скрытый от автора на первом этапе его работы элемент механизма творческой избирательности, влияющий на построение работы. Например, история с коробкой из-под люстрого светильника, из которой была сделана работа Монастырского Пушка в 1975 году, построенная на соотношении светового и аудиального впечатлений. Монастырский Цзэцзы, 1985 год. Термин «незаметность» в первом значении разработан при участии Поняткова. Поездки за город. ПЗГ. Акционный жанр и одновременно книги КД, в котором делается содержательный акцент на эстетическом значении разных этапов пути к месту действия и формах оповещения о нем. Также общий сюжет всех томов поездок за город, включая шестой том, сделанный Монастырским и Хэнсген вне группы КД. Термин введен Монастырским совместно с Кабаковым в 1979 году. Монастырский предисловие к третьему тому поездок за город, 1985, Монастырский КД и поездки за город, 1992, Монастырский общий комментарий в книге поездки за город, Москва, Адмаргеном, 1997 год. Полоса неразвлечения. Зона демонстрационного знакового поля, чаще всего на границе с экспозиционным знаковым полем, в котором аудиальные или визуальные объекты действия не могут быть опознаны зрителями, как определенно принадлежащие к действию. Монастырский. Краткое пояснение к акции КД места действия и приложение номер 4 к той же акции, 1979 год. О смысловой полосе неразвлечения. Смаре Монастырский. О структуре акции обсуждения 2, 1986 год. Предмет рана. Пластический, художественный, стилистический материал событий, внутри которого выстраивается пустое действие, часто как помойка о предмеченных трансцендентностей. Одна из категорий КД. Монастырский. Предисловие к третьему тому поездок за город, 1985 год. В эссе Дзы-Дзы. Пустое действие. Внедемонстрационный элемент текста в акциях КД часто внедемонстрационный для зрителей время происходящего, которое является драматическим центром действия. Монастырский. Комментарий. 20 июля 1978 года. И монастырский. Предисловие к первому тому поездок за город, 1980 год. Тедди-синдром. Синдром мгновенного фантомного понимания, предложен монастырским в середине 80-х годов. Получил хождение в текстах медицинской герменевтики. Название синдрома образовано от имени героя рассказа Селлинджера Тедди. МГ. Диалог Тедди. 1988 год. Фактографический дискурс. Система документирования, с помощью которой выстраиваются мета-уровни художественного события, как результативные контексты эстетического действия. Монастырский. Предисловие ко второму тому поездок за город, 1983 год. Экспозиционное знаковое поле. Система элементов пространственно-временного континуума, незадействованная сознательно авторами в построении текста конкретного произведения, но влияющая на текст в качестве его скрытых мотивационных контекстов. Актуализируется как член коррелективной пары демонстрационное знаковое поле и экспозиционное знаковое поле через дискурс пустого действия в эстетической практике КД. Смотри, инспираторы. Монастырские земляные работы, 1987 год. Экспонема. Единица экспозиционного знакового поля, соотносимая с соответствующим ей элементом демонстрационного знакового поля в парадигматическом ряду, то есть в системе единиц заданного дискурса. Монастырские экспонемы концептуализма, 1989 год. Элементарная поэзия. Терминологическое название серии текстов и объектов монастырского 1975-1983 годов, которые имеют отношение к разработкам эстетического дискурса КД. Этический концептуализм. Тактическое акцентирование в концептуальной практике отношения сохранностей, техницизмов и предпочтения работать в оппозиции человека-реальность, в отличие от практик новых эстетических намаг, работающих в оппозиции человека-культуры. В данном случае под этическим, английское «этик», подразумевается неэмическое, английское «эмик», в значении единицы структуры языка, то есть то, что не обладает семиологической релевантностью, в лингвистике то, что относится к физическим свойствам языковой материи. Монастырский Бакштейн, ТСУ или «Черные дыры концептуализма», 1986 год, в сборнике МАНИ номер один, Дин Канзих, 1986. Монастырские замечания об этических границах художественного произведения, 1988 год. Можно еще из моего личного дополнительного словаря. Академик Вильямс Василий Робертович, 1863-1939, ученый-почвовед, академик Академии наук СССР, 1931 года, действительный член ВАСХНИЛ, 1935 год, член КПСС, 1928 года, скрытый имам КД, важная фигура, что из-за аналитического дискурса КД 90-х годов. Вильямс – атрибут для Поняткова, сделанная в январе 1999 года, из писем работы разговоров 90-х годов. Акционные объекты. Жанр концептуальных объектов, гэджетов, предполагающих оперативное взаимодействие с ними со стороны зрителей. Своего рода аппараты для получения эстетического впечатления и задающие определенные направления в работе эстетической мысли. Это все объекты элементарной поэзии Монастырского, Палец, Пушка и так далее. Из предшествующих работ некоторые объекты Эр Морриса 60-х, 70-х годов и тому подобное. Комментарии к объектам элементарной поэзии 79-й год, акценты номер 3-82, также в текстах 90-х годов. Анонимный зритель. Адресат акции КД с остаточным пустым действием, например, случайные прохожие, увидевшие какие-либо лозунги КД после ухода организаторов акции с места действия и тому подобное. Предисловие к пятому дому поездах за город 89-й год. Акт аут восприятия. Это трудно объяснить. Так ответил швейцар в ресторане «Золотой колос» на ВДНХ после нашего с Сорокином вопроса, почему он принес нам водку в бутылке из-под минеральной воды. В беседке без собеседника, 85-й год. Внефотографическое пространство. То пространство, где находится фотограф во время съемки, если нет автоспуска, и зрители фотографий, фотоотпечатков. Как бы действительный мир и одновременно одно из спрятывающих пространств в эстетике КД. Монастырский, 7 фотографий, 80-й год. Герои восприятия. Зрители и участники обсуждения акции КД «Бочка». В абстрактном смысле субъектный элемент гантельной схемы в жанрово-сюжетном становлении, где акт аут восприятия становится жанром. То есть при гипотетическом полагании восприятие как жанр. В беседке без собеседника, 85-й год. Гоносиологический шум. Производный термин от термина «гоносиологическая жажда» Кабакова. Непрерывные и мучительные вопрошения о существующем его оценке. Фонограмма акционного объекта «Музыкосогласие», 86-й год. Группа. Вид субъектного члена демонстрационной модели гантельной схемы, формообразованной городскими акциями КД второго тома «Поездок за город». К ней же относится четвертая группа из загородной акции КД «Произведение изобразительного искусства. Картина». Дачность. Существенная атмосферическая составляющая эстетики КД. Хэнсген-Монастырский. Диалог общих вопросов по эстетической истории круга Мания. Вторая часть предисловий к шестому тому «Поездок за город», 91-й год. Девять маленьких зайчиков русского мира. Девять уничтоженных на месте действия метафорических предметов акции КД «Русский мир». Палка с оттенком предмета действия. Лестница 1500 небесных умов коллективных действий. Кисть руки. Клизма. Голова куклы. Плотяная щетка. Скалка. Противень. Книга небытия. Цзи-цзы, 85-й год. Демонстрационная петля. Эстетическая ситуация, когда реализация замысла конца плана акции опережает начало его плана осуществления в упрощенном варианте конец раньше начала. Демонстрация и демонстрация. Основной прием эстетики КД, при котором происходит дистанцирование от демонстрационного акта, и он становится предметом содержания акции. В частном значении такой метод построения текста, при котором скорость эстетической атаки на зрительское восприятие должна превышать скорость его ответного понимания. Дорецептивные зоны. Области сознания, где формируется артикуляция коллективного бессознательного в системе демонстрационных и экспозиционных знаковых полей акции КД 4-го тома поездок в загород. Загородность. Метафизическое пространство той или иной области больших советских российских городов, Московская область, Ленинградская область и т.д., не привязанное к определенной топографии и возникшее в результате наличия отчутливой границы между городом и негородом. То, что отсутствует в западной коллективной топографической метафизике пространства между городами. Там действует метафизика междугородности, стремящаяся к исчезновению, из которой советский и российский человек знаком лишь через информационную, а не транспортно-физическую, трансцендентальность, вроде междугородных телефонных переговоров, телеграмм и т.п. Загородность – важнейшая категория в эстетике КД, но не входит в категорию КД. Звучание смысла – смысл, как интонация. Индетерминированные зоны или зоны случайных впечатлений. Этапы предожидания, ожидания пустого действия, получения приглашения на акцию и поездки к месту действия в акциях КД. Края незаметности – диффузная зона незаметности, построенная на демонстрационных отношениях между зрителем и ходом действия, таких как отставание, задержки, опережение, совпадение, пропущенность, расстояние и т.п. Линия ожидания или линия восприятия – демонстрационные отношения, умозрительная линия, соединяющая две части гантельной схемы, например, человека вдали и зрителей. В сущности, это третья часть гантельной схемы. В форме линии восприятия использовалась в текстах А.М. конца 70-х годов. В той или иной акции она может быть линией удаления или линией появления. Цзэцзэ, 1985 год. Механизм творческой избирательности. Концепция детерминированности демонстрационных творческих артикуляций экспозиционным знаковым полем. Важная часть проблематики эстетической автономии и психопатологических, в данном случае параноидальных аспектов эстетического дискурса, шизоанализа. Невидимость. Демонстрационные отношения в эстетике КД входят в категории КД, образуются разными способами, в том числе способом спрятанности и отдаленности. Противостоит различимой видимости как области конкретных значений и артикуляций. Между ними неразличимость или полоса неразличения. Неслучайная пустота. Поэтический аспект пустого действия как акта, с помощью которого нужно вернуть неслучайность пустоты всегда случайно пустому пространству. Имеет качество неизображаемости. Общая линия КД, термин Алексеева, использовался монастырским во внутригробовом дискурсе КД как метод отбора проектов акций для реализации, точнее для помещения их в виде описательных текстов и т.д. в общий раздел того или иного тома ПЗГ. Для этого в качестве критерия отбора использовались два основных параметра – наличие некоторой безличности сюжета в предложенных проектах и доминантное значение общего или даже школьного в каком-то смысле эстетического дискурса, часто в ущерб собственному артистическому жесту художественности, до тех пор, пока художественность в четвертом томе поездок за город не стала предметом эстетического внимания. Оператор-наблюдатель. Вариант распространенного названия способности смотреть со стороны на свое собственное сознание в его самых критических измененных состояниях. Особо тягостные смысловые пространства. Места текстов дискурса, где делаются прямые попытки описания апофатических процессов и областей созерцания по своей заданности природе, не поддающихся таковым. Ответный архитектурный дисков. Ответный архитектурный диск. Ответный архитектурный диск. Ответный архитектурный диск. Продолжение следует...